Государственный архив Одесской области, телерадиокомпания «Град», гражданская инициатива «Друзья архива» представляют. В 2013 году ученые города Аполье получили грант на изучение истории польских дворян, которые жили на территории Украины в XVI-XVIII веках. Руководителем группы исследователей был назначен профессор Апольского университета, директор Института истории и доктор исторических наук Томаш Чисельский. Разрабатывая программу исследовательских работ, профессор предусмотрел всего один визит в Государственный архив Одесской области, поскольку никто из польских историков не рассчитывал найти здесь много документов по данной теме. Но фонды архива оказались настолько богаты и разнообразны, что для максимального изучения материалов о дворянских поселениях понадобились годы. За это время лично Чисельский написал обширную монографию, выполнил индивидуальный заказ потомка одного из известных дворянских родов по составлению его родословной, изучил почти 500 так называемых судовых дел, в которых можно было найти официальные ведомости о дворянах того периода. И для того, чтобы закончить эту трудоемкую работу, ему понадобится, по крайней мере, еще год, говорит профессор. Но история, иллюстрируемая примерами из жизни людей, настолько интересна, что, изучая ее, исследователь забывает о времени, и, возможно, его исследования откроют для молодого поколения новые, еще неизвестные страницы жизни польского дворянства, в том числе на территории юга Украины. Возле реки Кодемы, на рубеже, на сегодняшнем рубеже, в Винницкой и Одесской области. Раньше это принадлежало в Подолской губернии, но в 1920 году Бауту присоединили в ново возниклое одесское губернаторство. И затем эти судовые книги с Бауты не пошли в архив в Каминец Подольский, на сегодняшний день не в Мельницке, а здесь, или в Виннице, а здесь они в Одессе. Адресная книга, фамильная книга, мы ничего не знали, а в конце концов о полске дворянство, которое жило в Возле Баут, мы очень мало знали в полской историографии. Затем, что полская колонизация над рекой Баутом началась в 18 веке, после, и то можно сказать, что началось в годах 20-18 века. Там раньше, там никто, там было тяжело жить, чтобы это было на рубеже между Польшей и Османским империем, а конкретно между Польшей и Респосполитой, а территорию, татарскую территорию. Возле Бауты шла так называемая Кучмајская дорога, в котором татары делали набеги на территорию Украины, Подола и территории Руси. Вот здесь ежегодно татары здесь наезжали на эту территорию, но никто не жил. В 18 веке, после таких тяжелых разговорах между Респосполитой и Османским империем, в 1703 году установлено границу на реке Кодыме. В Горадзе Яхорлик были построены приграничные столпы. Один из них стал еще в конце 19 века в городе Яхорлик. Профессор Кушнир на шоударе и фрагментах нового столпа в возле Кодыме. Но как уже возникла граница, можно было подумать о том, чтобы на этой территории жить. Потом в годах 20-18 века поменялось отношения Польши с Турцией с татарами. Как раньше оно было очень плохо, это были враги, а эти две страны начали сдружиться. И вот на этой территории можно было начать спокойно жить. И вот в первую эту землю, можно сказать, кусочек части Речи Посполитой от конец польских покупали любомирцы. Они начали строить свою земную владение. При этом, отмечает исследователь, они довольствовались не только собственностью Речи Посполитой. Хотели забрать какую-то территорию принадлежавшую для татаров. И в начале 60-18 века крымский хан даже начал сказать, что это будет война за это. Мы не знаем, кто здесь приезжал, но можно было узнать по истории Балтии, что, например, у Юзефа Гродов впервые, что там жили армяне. Вот там был католический костел по армянским улицам. Мы знали, что в Балтии жили евреи. Я думаю, что большая часть жителей деревни, это люди, которые здесь приехали из территории Вуэня, Подола. Ну, можно сказать, ну, вот по российской номенклатуре малороссиане, значит, на сегодняшний день мы бы сказали украинцы. А администраторами этих деревней, фульварков и других вещей была польская дворьяница. Это все, что мы знали. Вот на этой книге можно узнать конкретно по фамилиях. Затем можно сделать такое пропозографическое осмотрение этой шлакты дворьянства, узнать, откуда они приехали. Мы знаем, что, например, часть людей, которые потом жили над рекой Кодымом, приехали из территории Подола, из территории Волыния, но даже очень много приезжало в это время, в западную часть Речи Посполитой, в окрестностях Варшавы, Познания. По-моему, они здесь проезжали за тем, что они были связаны с Любомирскими, как чиновники здесь. Я сначала, когда начал работать, думал, что этих фамилий будет где-то 20-30. Я сказал, что нет, это больше, чем 100. Один из таких, если связан с Одессой, то были на Брюжовске и в Павадске, который там возле моря, возле Воронцова. Во время исследования любых архивных материалов практически всегда находятся документы, которые относятся к другой тематике. Но они также интересны для исследования. Например, состояние войска польского в период Речи Посполитой в 16-18 веке, которое уже изучали польские ученые и которое интересует молодежь, говорит Чесельский. По идее, дворяйство говорило, что только оно может быть военнослужащим. И это их гордились. Это была, можно сказать, такая хоноровая обязательность. Но фактически военнослужащими были тоже крестьяне, как нормальные рядовые. А все офицеры, все высшие, так называемые товарищи в польской кавалере, которые были военнослужащими, это были дворяне. И это государственная армия. Кроме того, дворяне могли иметь свои приватные войска. Если кто-то был богатый, то имел, например, даже несколько тысяч солдатов как раз и был. Тоже дворяне могли иметь свои крепости с оружием. На территории сучасной Украины было несколько таких магнатских и дворянских крепостей, в которых было несколько армад, моряторов и даже имели какой-то маленький арсенал за оружием. Ну и в конце концов во время войны все дворяне были обязаны, если король их созвал, ставить как военнослужащие в так называемом посполитомрушении. Польская армия достигала успехов, поскольку была хорошо вооружена и применяла тактику боя, делая ставку на подготовленные подразделения, подчеркивает исследователь. Хорошо подготовленные к боевым делам конец кавалерии. Можно сказать, что тактика была подготовлена до театра войны. Главным театром войны, дорогие посполитые, с 16 века была борьба против Великого княжества московского, против татарам, борьба на территорию сучасной Беларуси и на территорию сучасной Украины. Вот эта огромная территория здесь, невозможно было построить в конце концов каких крепостных линий, или бронных линий, лучше было военнослужащие в поле. Кавалерия к этому очень хорошо подходила. Чем была высшая польская кавалерия? За тем, что было лучшее оружие, чем у других. Вот там было не только холодное и огневое оружие, но тоже было охранное оружие. Ну, кусари, но тоже и часть, так называемой, панцерной кавалерии. Даже было так называемое воиском иноземного строя, райтары. У них тоже были очень хорошие армии, которая могла успехом воевать с татарами, с москвичанами. Потом все меняло. Мы, например, так считаем, что очень большой проблемой полской армии во время восстания Хмельницкого было то, что в первом годе восстания, в 1648-1649, польские войска понесли много поражений. Татары и казаки взяли от поляков очень много оружия. И, например, татарская кавалерия стала, спасибо польскому оружию, стала лучшая. Раньше в Польше считалось, что 10 польских солдатов можно воевать за 100 татарами. Потом стало так, что, можно сказать, один на одного. Интересно, что стать дворянами в то время стремилась и казацкая верхушка, рассказывает Чесельский. Верхушка казацкая хотела вначале стать польскими дворянами. Получили вначале только так называемый реестр, казацкий реестр, который им ничего не дала, но дала им только статус свободного военнослужащего. Потом в новое время, в годах 40-х во время восстания Хмельницкого, если были какие-то договоры, казацкая верхушка хотела получить статус дворянства. В конце концов сделано договор, казацкий договор, по которому казацкая верхушка имела бы этот статус. Но казацкий договор никогда не стал полным. Он работал только несколько месяцев. Можно там указать, например, Мазепу, который указывал, что он дворянин в конце концов. Филипп Орлик тоже сам. Но раньше все гетманы казацкой правообережной, которая принадлежала в Польше, правообережной казачьи, все так считали, что они дворянами. В казацкой администрации во время восстания Хмельницкого в следующие годы можно сказать, что эта казацкая старшина жила как дворяне. Хотели иметь даже такой сам статус у себя между казаками. До Второй мировой войны дворянство в Польше имело высокий социальный статус, отмечает историк. После Второй мировой войны это сокращилось. Официально во Второй Речи Посполитой, которая существовала с 1918 до 1939 года, дворянство не имело этого высшего статуса. Но фактически этот высший статус имело. Даже это можно было узнать и по отношению государства к дворянству. После Второй мировой войны это сокращилось. Часть дворян уехала из Польши во время войны как военнослужащие и не возвращались уже до Польши. Те, которые возвращались, они в различии. Можно сказать, что были обыдновленными людьми. Потеряли все свои имущества, двора, пауацы, землеводения. Не до конца по закону. Затем в годах 1990-х часть дворян могла пойти в суд и отвоевать свое имущество. Если у них было меньше чем 50 га земли, оказалось, что очень много таких участков есть. Но статус их на сегодняшний день, можно сказать, нормальный. Тяжело сказать, кем они. Но часть есть бизнесменами. Часть пользуются тем, что у них дворянские корни. Например, на такую карьеру сделал такой молодой парень. У него уже более чем 40 лет. Вот он, Грохольский, он на фамилийных документах получил снова, отвоевал в центре Варшавы. Теперь он под перестойку. Я не знаю, ли он еще властник. А, например, где-то несколько лет тому назад он тоже в суде отвоевал, уже не помню сколько этих га, но очень много земли в Варшаве. За тем, что это было больше чем 50 га, но его предки перед войной в годах 30-х с этой земли, которая была землехозяйственной, сделали участки под домостроение. И вот это поправило, он мог этого отвоевать. Но таких, которые возвращали богатых людей спасибо своим предкам, очень мало. Но другие, ну так, по разных делах. Если кто-то имел дворец, и возле этого дворца было меньше чем 50 г земли, ему забрали этот дворец. Но теперь возвращают это. Например, такой Фоминезамойский, у них был дворец возле Люблина Козловка, он, все в нем было. Так можно было в нем нормально жить. Ничего там не нарушил, но после этого там был музей. И вот замойцы указали, что до Козловки принадлежало только 30 гектаров земли, и нужно им было все возвращать. Большинство потомков польских дворян, по мнению профессора, не очень заботятся о подтверждении своего статуса. Они имеют сообщество, но, по-моему, оно так не до конца хорошо работает. Можно так сказать. Но помню, что было такое общество, оно издало в конце концов одну книгу. Обещали, что будут издавать книги по истории дворянских родов Польши, что даже по джерлах, что их будет очень много, но ничего кроме этого не сделали. Так, у них где-то браки между собой, между этими фамилиями, но это тоже не регула. Там даже выходят по-за этих рук. Они знакомы. Вот можно так сказать. Так, как я общаюсь с молодой дочкой Мечиславом Шемиотом, который родился в Одессе с Александром Шемиотом. У нее более чем 80 лет, но она живет в Краковой и у нее очень много знакомых из дворянских, дворянских фамилий, которые живет в Краковой. Но не за всеми. Например, у нее плохое отношение другими. Матерь, она из Графов Потокских. У нее, например, плохое отношение с счастями Потокскими, у нее плохое отношение с Грохолскими. Кроме того, что ее бабушка была Грохолской издана. Ну и вот она, как я ей спросил, какое у нее отношение с этим владником этого гатера, которым я рассказывал о этих участках земли, она сказала, что очень плохое. Очень много получило в годах, когда мы забрали землю, получило пенсию, мы были как пенсионеры, получили квартиру, ну и так жили. Но живет очень часто только воспоминанием бывшего. В Польше была сделана такая, такая великая монография, история полской резиденции, полского дворянства. У него там, по-моему, 12 домов, могу ошибиться. Ну и во всех этих таких снимках, историях, кому это принадлежало. Например, в томе, в томе последнем, под заголовьем Киевской области, есть несколько информации о дворцах возле Одессы, которые принадлежали, и в Одессе, которые принадлежали польскому дворянству. Работать с архивными материалами всегда во благо, считают исследователи. Ведь только документы из прошлого могут подтвердить или опровергнуть различные современные теории, выдвигаемые в том числе и политиками. А попытки переписать историю, как известно, никогда не приводили к добру, подытоживают ученые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова